Привет, я Нокс, и сегодня завтрак на бегу. Сегодня у меня на завтрак рассунчик, чуть-чуть морскую капусту туда добавила, что-то мне, видимо, не хватает витаминов, и яйцо для белка. Яйцо переваренное, кто-то забыл про время совершенно. Пью кофе, и немножко запрещеночки испекла маленькие кексы, вот такие. Что-то у меня происходит в последнее время с духовкой, она совершенно не регулируется, и кексики получаются подгоренькие такие, они не менее вкусные. Но выглядят, конечно, не шибко эстетично. Вот, что я читаю. Читаю, а я практически уже прочитала Ксения Букша, «Открывается внутрь», это сборник рассказов. И это я могу сказать об этой... Что я могу сказать об этой книге? Она очень депрессивная. Во-первых, тема выбираются такие, дурдом, там, детский дом, какие-то семейные проблемы. То есть, это уже такое стеклище, скажем так. Вот. И плюс ещё написано. Вот у меня есть, наверное, несколько писателей, которые не зашли именно мне по стилю. Это вот Людмила Петрушевская. При всём уважении рассказы я её читала. Не зашло абсолютно. Это не мой автор. И вот Ксения Букша. Я не люблю такой отрывистый текст. Я не говорю, что все должны писать как Бродский или Набоков. Это не обязательно совсем. Но текст, на мой взгляд, всё-таки должен быть какой-то удобоваримый, а не поток сознания. Поток сознания я читаю только у Пелевина. Вот. И всё. И для того, чтобы разнообразить это всё, я взяла вот такую книжечку. Буду между делом читать. Какая чушь, как 12 книг по психологии. Сначала разрушили мою жизнь, а потом собрали всё заново. Ну, это типа научпоп. Человек поставил на себе какие-то эксперименты. Вот. Она была то ли на букросинге, то ли в комиссионном магазине. Вот тут человек какой-то старался. Читал, отметочки ставил. Тем будет интереснее читать. Ну, и вот Космополь. Или стая старого лахматого года. Читаю, смотрю, что было тогда интересно. Это у меня вот только дошли с 2015 года аж руки, чтобы здесь почитать. Офигеть. Это я уже 7 лет в Москве, что ли? Ладно. Всем хорошего дня. Сегодня солнечно, но морозно. Я работаю, сейчас побегу. И хороших книг. Пока-пока. Пока-пока.